Известная всем кошка-жена Кальцит не та, за кого себя выдает. Удалось нарыть настолько безумную информацию о ней, что это просто даже не смешно. Она изначально никогда не принадлежала франшизе Аркнайтса и не была ее части, вообще никакого отношения к Аркнайтсу не имела до определенного периода времени. Давайте рассмотрим, откуда же такие глубокие выводы и как так получилось. Смотрим. Есть такой сайт, называется Pixiv. На этом сайте выложили вот тут тред художника, можем посмотреть. Полистать, полюбоваться. Ну, ты такой, думаешь, наверное, а, это Кальцит, какие-то Артас Кальцит. Ульдрас нам показывает, какую-то дичь затирает. Ну, выглядит он немножко поиначе. Ну, и Линкс, который у нее на груди написан, есть. Монстр, в принципе, есть, если не выдаваться, почему он вот так написан, да? Интересно. Ну, вот тут плюс-минус картинки, картинки, Кальцит. Почему-то нигде логотипа Аркнайтс нету. Ну, ладно, типа нету и нету, может забыли указать. Может потом приделать, может художники захотел делать. Фиг его знает. Изначально смогут возникнуть такие вопросы, да? И все это, конечно, хорошо и замечательно. Пока мы не доходим до конца треда. Ссылки все это будут оставлять в закрепе и в описании под видео. И видим дату. 2015 год. Можно сказать, ну, может быть, это какой-то долгострой. Может, Аркнайтсом 20 лет делали, как пирамиды Хеопса. Нифига подобного. Гиппогрифы, которые стали делать Аркнайтс, появилась главная кампания в 2017 году. А тут картинки 2015 года, где мы, собственно говоря, видим Кальцит. И у вас вполне логично просто, что за фигня вообще происходит? Почему монстр написан через 5, а не через 3? Какой-то Pixie Fantasy. Что вообще происходит? Ультрас, мы требуем объяснений. Более того, удалось найти даже вот еще одну картинку, тоже с Кальцит. Но, правда, она уже на 2017 года, но, тем менее, никакой отсылки на Аркнайтс нет. У Pixie Fantasy опять пишут. Что вообще происходит? Ультрас, что за дела? Как это вообще случилось? Объясняю. Есть такая штука на Pixie, называется Pixie Fantasy. Pixie Fantasy, это... Ну, раньше таким занимались, сейчас, наверное, тоже. Я не знаю. Я нашел только упоминание от 5-летней давности. По данной информации, в общем, есть такая штука для людей, которые придумывают персонажей в рамках специально созданной Pixie, в какой-то такой вселенной. И там художники рисуют арты, придумывают персонажей, взаимодействие, историю. И там люди посредством голосования определяют, кто будет более трушным персонажем, а кто будет не трушным. Вот, например, такая движуха. Не знаю, сохранилась ли она до сих пор на Pixie, но, тем менее, вот как минимум, она была жива до 2017 года, так уж точно. И люди всякое придумали. И в конце концов, да, была придумана Кальцит. А можно сказать, ну, может быть, тут написано, конечно, Кальцит, но, может быть, как-то по-другому, там, чуть-чуть-чуть. Чего еще я наделал-то хоть в этой вымышленной франшизе? Зачитываю. Тут довольно много текста, но я постараюсь вычти и самое главное. Кальцит. Темный врач королевства Зайлик, живущий в частной лаборатории в горах. Никаких записей о ее прошлой жизни не сохранилось. Обычно ей платят за услуги в ближайших деревнях. Описывает себя как умеренно зависимого от антидепрессантов и шизофренических препаратов. Хроническая истерия неподтвержденная. То есть, знаешь, истеричка и шизофреничка. Неплохо. Монстр, который через букву 5, ну, через цифру 5 здесь пишется. Существо акклиматизированное Кальцит. Кальцит неизвестное, ответственное за работу Кальцит по консервации и работу с пластинами. Какими пластинами, я не понял. Кальцит называет существо монстр. Вот как бы так. Такая штука. То есть, по сути, есть, значит, королевство какое-то. Вот 5 королевств, 5 стран, которые там воюют. И они там вот выбивают с другу мозги. И получается, персонажи там вот что-то делают, что-то тусуются, что-то у них там происходит. Арты выполнены хорошо. И это не фейк. Это сайт Pixiv официальный. Официально вот дата стоит 15-й год. Так что называется, все взятки гладкие. Тем менее, мы знаем, что Кальцит на самом деле заразилась задолго до того, как появился Арк Найтс. И более того, это уже был проработанный концепт, что вот, ну, какой-то акклиматизированный монстр, что бы это ни значило, я не знаю, конечно. Может быть, тут и не было как бы упоминания о том, что это позвоночник ее именно. Но, тем не менее, это очень интересно. Даже вот этот вот Линкс, упоминание на груди, даже оно осталось. То есть, такое внимание к деталям при переносе. Я не обвиняю, конечно, гиппогриф, там, какого-то плагиат или типа того. Я думаю, они, что называется, договорились с автором художника или с Pixiv. Ну, кому тут принадлежат авторские права, непонятно. Но, тем не менее, сам факт того, что удалось найти настолько глубокую отсылку персонажа, да не отсылку, а предысторию, по сути, персонажа, который был раньше игры, это неожиданно. Огромное спасибо мистеру Тролло, которому удалось раскопать эту информацию. Каким чудом он смог вообще это найти? Я просто не знаю, потому что, ну, фактически, это как он-то искал, как он-то делал? Вообще, понятно. Просто идеальный следователь. Вот. И могу сказать, что если вы найдете еще какие-то отсылки и какие-то еще информацию подобного рода про Кальцит, или, может быть, еще кто-то до этого так вот засветился персонажей любимых нами игр, был бы очень признателен, если бы вы мне об этом сообщили, потому что это было что-то вообще из ряда вот выходящее. Темный доктор, королевство Залик. В принципе, все, что хотел сказать по данному вопросу. Ставьте лайк, жмите на колокольчик. Всего хорошего, удачи, до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова